Сегодня для вас я хотел бы представить новую программу, в каком-то смысле новый состав ансамбля. Сегодня для вас будут играть клавесинный дуэт Иван Лебедев и Фёдор Строганов. Фёдор Строганов скоро к нам выйдет. А для начала я вам хочу рассказать немножко о ваших программках, которые вы в большинстве своём держите в руках. Чем эта программка отличается от того, какие программки бывают обычно? Обычно как бывает? Вот у вас программка, вот в ней написано то-то, то-то, первый, второй, третий, четвёртый и так далее до конца. И вот вы можете быть абсолютно уверены, что вот раз эти номера в программке есть, то если предварительно перед концертом об этом ничего не сказали, что что-то меняется или чего-то не будет, то вот именно эти номера именно в этой последовательности и будут. Но сегодня всё не так. В этих программках указаны очень много номеров. Мы с Фёдором Васильевичем в процессе подготовки этой программы решили, что надо сыграть всё то, что по разным каким-либо причинам на других концертах нам их сыграть не удаётся. Ну вот, допустим, приглашают того же Фёдора Васильевича в проект «Русская барокко». И что надо сыграть? Бортнянского. А то, что он при этом хочет сыграть «Сьюита Буксты Худы», как бы, ну, мало ли, надо Бортнянского. А вот здесь мы решили сыграть всё то, что нам действительно по-настоящему нравится и то, что мы вот хотим показать публике. Мы набрали таких вот маленьких камерных вещичек в репертуар в достаточно большом количестве. А потом я сделал хронометраж всей этой программы. Оказалось, что концерт у нас будет два с половиной часа. Но, в общем-то, в регламент это немножко не укладывается. Поэтому мы решили сделать следующим образом. Мы указали в программке все номера, которые мы готовы вам сегодня сыграть. Но все мы их вам не сыграем, потому что времени нам на это, к сожалению, концертного не хватит. Да и, прям скажем, слушать два с половиной часа, пускай даже с двумя антрактами клавесин соло, это, ну, на любителя. Это клавесинисты это любят, а вот публика к этому относится как-то. Ну, тогда давайте вокалисты, давайте ещё кого-то типа инструменталиста. Поэтому мы будем себя вести гуманно и будем играть на час с небольшим из вот этих вот номеров, которые указаны в программе. По настроению. Что захочется, вот то сейчас и сыграем. Но мы обязательно будем вам говорить, что это будут за номера. И почему мы их именно сейчас всё-таки решили сыграть. Мы разбили нашу программу по нескольким странам. Германия, Англия, Франция, Россия и Италия. Ну, с Германией всё совершенно понятно, ведь наш концерт, как вы знаете, проходит в рамках цикла «Немецкий клуб». И, естественно, что основой нашей программы должна быть здесь, конечно же, музыка, имеющая некоторое отношение к немцам. Поэтому это будут произведения Баха и Генделя. После этого у нас будет Англия. Ну и дальше мы будем комментировать по ходу дела. Начнём мы концерт с произведения Иоганна Себастьяна Баха. Написано оно было в районе 1703 года. И не просто так, а по случаю. Если у нас Бах родился в 1685, то в этом году ему было где-то в районе лет 18, скажем так. Там 17-19. Написано оно было по случаю отъезда его старшего брата Иоганна Якоба, поступившего на военную службу к Карлу XII. Произведение это программное. То есть это не просто какая-то сюита из нескольких номеров. А здесь у самого Баха предпосланы ей некоторые объяснения. Значит, называется само произведение «Капричио на отъезд Гричо любимого брата». Так вот прямо и называется. Первая часть этого «Капричио» называется «Ариоза». И ей предпослан некоторый из игров. «Грусть друзей при расставании». Вот сейчас вы услышите «Грусть друзей при расставании». «Капричио на отъезд Гричо любимого брата» «Капричио на отъезд Гричо любимого брата» «Капричио на отъезд Гричо любимого брата» «Капричио на отъезд Гричо любимого брата». Следующая часть. Следующая часть о различных казусах, которые могут приключиться с братом за границей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Дальше следует ария почтальона Добро пожаловать в наш канал! 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 Вот такой вот цикл, так и подумал, напишу-ка я ХТК, первый том, и написал, а потом как-то вот ему оказалось как-то вот, ну, еще хочется в общем. Ну так бывает, вот человек написал один том, а потом только хочется второй написать, вот просто не гдеваться некуда. И написал-то он второй том ХТК, но дело в том, что, ну, там, жена, детей штук 10, кстати, ну, одновременно. Если в общем числе, то у Баха действительно детей было 20, но поскольку времена у тебя были не 20-й, не 21-й век, медицина была, конечно, не настолько на высоте, как хотелось бы. Поэтому детей единовременно было совсем немного, только 10. И второй том ХТК он написал уже, не вот взял и написал, а он из старого по закромам посмотрел. И в результате, хотя второй том ХТК формально должен был бы быть более поздним сочинением, на самом деле в большей своей части он состоит из ранних произведений Баха, поэтому более такой цельный, завершенный и осмысленный все-таки первый том. А второй такой получился, ну, до кучи. Мое личное мнение, вопрос на самом деле спорный. А сейчас мы перейдем к второму великому немецкому композитору. Это Георг Фридрих Генде. Он, кстати, родился с Бахом в один и тот же год, но пережил его лето так на 9. Сейчас я для вас сыграю сюиту Георга Фридриха Генделя для клавистина соло. Она в нескольких частях. Первая часть Алимандо, вторая Аллегро, третья Ария, но она больше на Сарабанду похожа, то есть она такая медленная. Потом Жига, быстрая. И в заключении Минуэт, Минуэт с вариациями. Вот такая вот многочастная композиция Генделя получилась. Я не знаю, к сожалению, точно не было времени посмотреть по информированным источникам, к какому времени в творчестве Генделя это произведение относится. Но оно явно написано им в относительно раннем возрасте, потому что после того, как Генделя переехал в Англию, как бы в принципе всю жизнь Генделя можно поделить на до переезда в Англию и после. И вот до того, как он переехал в Англию, он писал музыку, ну как он мог писать музыку, немец в Германии, немецкую. А вот после того, как он переехал в Англию, у него была очень важная и серьезная задача влиться в общество, сделать так, чтобы его музыка приехала какой-то немец вообще из какой-то непонятной страны в Англию. Естественно, он должен был не предлагать свою немецкую музыку, он должен был предложить что-то изысканное, то, что понравилось бы англичанам. Но в итоге он упростился весьма изрядно для того, чтобы понравиться англичанам. И музыка, которая была написана в английский период, она, вот если в нее внимательно вглядеться, практически ничего там немецкого уже не осталось. Это настоящая английская музыка. К чему я это говорю, что сейчас музыка будет немецкая, Гендель в своих лучших немецких проявлениях. Итак, свита, рэп, минор. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дио Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова «Симон» Корректор А.Кулакова Кто, кроме англичанина, мог вдохновиться, сочинить большую красивую песню на такую тему? Совершенно потрясающе, конечно. Ладно, заканчиваем разговаривать, начинаем больше играть, а то придется сокращать репризы и играть на перегонке. Сейчас будет ми-минорный грант Пёрсова. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Сейчас прозвучит жига Джона Булла, который имеет подзаголовок «Доктор Булл – собственный персон». Это его «Автопарк 3». Играет музыка Играет музыка Вот такой вот висячак был, оказывается, Джон Булл. Сейчас будет слово «Пёрсов». Или не снова? Нет, не снова, просто. Сейчас будет перс. Сюита персала ля минора для Квалистина Сарабана. В четырех частях. Прелюдия, алиманда, куранда и сарабанда. Прям джунгл получился сразу из перс. Квалистина Сарабана 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 Ясная погода. Молния гром. С разных вариантов. Ясная погода. Молния гром. 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 Вот сейчас, если хотят, люди спецэффекты, они что делают? Они берут, выезжают на природу с микрофонами, записывают, получают звуки грона, молнии. А тут какими простыми и очевидными средствами. И никто же ни на секунду не усадился, что это действительно молния. Игром, играем английского композитора Дентеля под стаканом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok